Первый в городе. В это воскресенье на площади Ленина прошло открытие парка активного отдыха. О том, на какую целевую аудиторию рассчитаны развлечения, расскажет Наталья Кислякова. Внимание! Марш! Давайте поддерживаем! 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 Анастасия Апицына занимается спортом и ведет активный образ жизни. Свободное время проводит в фитнес-клубах города. Поэтому, когда услышала об открытии парка активного отдыха, не раздумывая, пришла. Анастасия признается, даже несмотря на серьезную физическую подготовку, преодолеть скалодром очень тяжело. Очень страшно. Если ты первый раз на высоте, и когда особенно ты боишься высоты, как я, я высоты боюсь очень сильно. Для меня забраться на лестницу высокую, и то страх. Здесь я попыталась преодолеть себя. Я это сделала, но это очень страшно, и нужно хорошую физическую подготовку. Я хочу еще попробовать и полосу препятствий на веревочном парке, и я бы с удовольствием. Нам бы побольше в городе именно спортивных объектов, чтобы молодежь тянулась к спорту и старалась вести правильный образ жизни. По уровню сложности скалодром может сравниться с веревочным двухуровневым парком, который, впрочем, пользуется большим спросом у детей. Вооружившись экипировкой, Ирина Семешкина попыталась пройти дистанцию. У нас в городе мало всего интересного, и я сюда буду чаще ходить. И если у Элины получилось преодолеть уровни веревочного парка, то большинству ее предшественников удача не улыбалась, и на помощь приходили инструктора с новейшим оборудованием, которое легко доставляло ребят обратно на землю. Парк активного отдыха состоит из нескольких зон. Двухуровневая веревочная дистанция, скалодром, отдельная площадка для балансбордов. В шатре расположен тир гидробол, а неподалеку батутной арены, на которых, к слову, показали мастер-класс на риммарские ямакаси. Впрочем, это не все сюрпризы. Специально в честь открытия проводились различные стафеты и конкурсы. Один из них заключался в том, чтобы креативно поздравить всех с торжественным открытием. 2019 год в Ненинском округе объявлен годом здоровья. И все мы знаем, что здоровье бывает не только физическое, но и эмоциональное. Мне кажется, такой парк дает нам прекрасную возможность все время поддерживать себя на эмоциональной высоте и физической прекрасной форме. Спасибо большое людям, которые создали такую прекрасную зону. Я надеюсь, что она будет расти и процветать. И удачи тебе, Илья! Новый парк вызвал повышенный интерес у жителей и гостей города. Илья Кадзейкин, руководитель проекта, признается, такого потока желающих не ожидал. «Открытие проходит бешено. Сегодня великолепная погода. Была хорошая рекламная кампания. Людей очень много, клиентов очень много. Мы все разрываемся. Мы уже как белки в колесе реально уже устали. Хотя прошло-то всего лишь два часа вроде бы. Но самый главный позитив, то, что людям нравится. Им это интересно. И они везде на каждом хотят попробовать, что на веревочном, что на скалодроме. С ребятами, паркурщиками поскакать вместе, поучиться чему-то. Кто-то там в гидробол стреляет. Реально очень заходит. В ближайших планах у организаторов проводить каждое воскресенье различные чемпионаты. Также скоро в продаже появятся абонементы на посещение парка, что существенно снизит стоимость для постоянных клиентов. И буквально на днях стартует конкурс на самое креативное название парка активного отдыха. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал Север.